Мамма миа, наконец-то мне пришел геймпад от Razer для Xbox с подсветкой. Давайте его вскрывать. Анбоксерский меч нам в помощь. Знакомьтесь, это Razer Rosomaha Tournament Edition. Смотрите, с подсветочкой. Подсветочка, естественно, хрома, это значит, что ее можно будет синхронизировать с другими устройствами и вообще выбрать любой спектр цветов, какой пожелаете. Помимо этого, у него еще есть дополнительные клавиши и эргономичный дизайн. Посмотрим, чем он будет отличаться от Pro-контроллера, который выпускает сами Microsoft. Инструкция, смотрите, Ready, Connect, Game of. Смотрим комплектацию. Воу, смотрите, как красиво. Жир на форме ты так открываешь и сразу так. Воу, воу, реально выглядит дорого. Достаем его аккуратненько. Воу, какой он приятный на ощупь. Реально ты его берешь в руку, как произведение искусства. У него реально, что ли, другая эргономика? И реально по форме он немножко другой. И он легче, он легче, чем Pro-контроллер. Pro-контроллер весит 351 грамм, а Razer Rosomaha 250. На 100 грамм легче, значит, держать его будет проще. С новой эргономичной формой это... Блин, я просто с этого кайфую. Помимо основных курков, у нас есть еще два дополнительных вот тут спереди и два нижних лепестка под безымянный палец. То есть вот так сидишь, все тыкаешь. Короче, на 4 кнопки больше. Ну а сверху по клавишам все то же самое. Стики у нас несъемные, крестовина тоже несъемная. Все то же самое. Упаковка это прям фирменная карточка Razer. Реально, ребята, стараются очень круто. Меня это всегда в них радует. Смотрим, что здесь есть еще. Так, это у нас благодарности, сертификаты, инструкции, бесполезная макулатура. Пау! Что у нас здесь? А тут у нас... Провод? Аааа, я понял, почему геймпад такой легкий. Потому что в нем нет аккумулятора и он проводной. Ну, к слову, провод довольно длинный. Я не знаю, сколько метров. Три, пять. Очевидно то, что подсветка хрома требует постоянного подключения. Иначе объяснить, зачем здесь провод, я просто не могу. Но, черт возьми, мне реально нравится, как он сидит в руке. У него вот здесь более такие, что ли, срезанные углы по сравнению с Pro-контроллером. Если вы посмотрите, здесь он такой более округлый, он более здоровый, под большую руку. Здесь даже мне с моей огромной лопатой вот этот контроллер, его держать просто удобнее. Его приятно держать в руке. Короче, давайте подключать все это дело к Xbox, телевизору и попробуем уже поиграть. Кстати, телевизор. Оооо! Ооо! Ооо! Это огромная коробка на обзоре. Фу! Ааааа! Так. Ооо! Ну, гадать тут особо нечего. Внутри находится телевизор, естественно, со всякими наворотами. Тем более, многие из вас просили сделать на него обзор, и поэтому он здесь. Я вот только думаю, поставил я ее на стол, а как теперь коробку-то снимать? Это же подолок, наверное, упрется, смотри. Поднимаем, поднимаем. Попа! Все, потолок. Хе-хе-хе, каперс. Так, все, аккуратно. О! Вот это я называю анбоксерский скилл. Вот это, интересно, защищает, судя по всему, экран, чтобы он у нас не разбился. И вот он, да, с этой стороны экран. Капец, он, конечно, здоровый. Честно говоря, я даже не успеваю следить уже за тем, как развиваются технологии в новых телевизорах. Так это вам уже не просто 4K HDR. Это HDR 10+, UHD. Технология квантовых точек, 100% световой объем. И это лишь часть функций, которые есть в новых телевизорах Samsung QLED 2018. У меня был телевизор Samsung прошлого поколения. И помните, от него раньше шло два кабеля. Один на питание, а через второй подавался сигнал. Так вот, сейчас они оба этих кабеля объединили в один. И это круто, что ребята из Samsung не стоят на месте и с каждым годом добавляют все новые и новые фичи. One Connect. Это очень удобно, когда консоль вынесена из телевизора и разместить ее, по факту, можно где угодно. В комплекте идет довольно длинный кабель подключения, но при желании можно заказать еще и 15-метровую версию. И тогда эту консоль можно расположить хоть вообще в другой комнате, чтобы вот вообще, кроме экрана, вам больше ничего в глаза не бросалось. Пульт One Remote Control. Во-первых, посмотрите, как он четко открывается. Вот тут у нас находятся батареечки, похожи на слайдер смартфона из начала нулевых. Очень круто выглядит. И самое интересное то, что, смотрите, он работает в меню Xbox. То есть нам даже геймпад не обязательно, если мы хотим посмотреть там YouTube, Netflix, что угодно. Ну и в принципе можно даже игру запустить. Все с помощью этого пульта телевизора. QLED. Что это такое и зачем оно нужно? Во-первых, надо понимать то, что телевизор это не смартфон, который год от года обновляется. Как только вышел новым, вы пошли его и купили. Нет. Как правило, телевизор это долгосрочная покупка, и поэтому нам важно, чтобы в течение нескольких лет он сохранял свои характеристики. QLED или технология квантовых точек это специальные экраны, которые создаются из неорганических материалов. Включаете вы телевизор сразу после покупки или спустя несколько лет, картинка будет оставаться такой же яркой, насыщенной и контрастной. Также из нововведений в новых телевизорах появился режим Ambient Mode, благодаря которому ваш телевизор больше не будет висеть на стене мертвым грузом, когда он выключен. В этом режиме телевизор автоматически подстраивает яркость и цвет экрана, чтобы максимально слиться с интерьером. Он даже умеет воспроизводить узор и цвет стены, на которой он висит, ну если он вдруг висит на стене. Что круто, так помимо узора можно выбрать, чтобы телевизор показывал вам время, выключен в состоянии или допустим погоду. Самое главное то, что телевизор не будет просто висеть у вас мертвым грузом, когда выключен, а становится настоящей частью интерьера. QLED это не ТВ в привычном понимании, это крутейший девайс с невероятно классным экраном для игр на консолях, для сериалов, для кино, да и вообще для всего, что требует качественного изображения. Ну а теперь давайте проверим на этом крутом телевизоре наш новенький геймпад от Razer. Я уже его подключил, как можете заметить, работает подсветка хрома. Также у нас есть две дополнительные клавиши снизу и две дополнительные клавиши сверху, которые я думаю будут очень удобны в современных шутерах или допустим в фортнайте. Сука! 13 место! Итак, теперь давайте поговорим про преимущества этого геймпада перед обычным. Для начала мне нужно какое-нибудь оружие. Уууу! Минус один. Так вот, когда мы играем в шутеры на консолях, у нас какая есть проблема? Мы не можем одновременно контролировать обзор и какие-либо действия с помощью клавиш A, X, Y и B, потому что за это у нас все, как правило, отвечает один только большой палец. Так вот, с этим контроллером проблем возникнуть не должно, потому что, смотрите, мы с помощью левого стика и большого пальца мы бегаем. С помощью правого стика мы управляем обзором. И допустим, во время бега и обзора нам нужно подпрыгнуть. Мы нажимаем на B, но при этом теряем обзор. Чтобы этого у нас не случилось, у нас есть специальный вот такой лепесток, на который назначена клавиша B. Ну или ее можно переназначить на какую-нибудь другую. И таким образом мы можем параллельно бежать, управлять камерой, подпрыгивать и стрелять. То есть у нас появляется многозадачность. Фактически вырастает третья рука, которая отвечает за все активные действия. Если же в данном случае нам надо переключиться быстренько на кирку, например, то хоп, мы нажали это большим пальцем. Видели? Наверное, вы даже не заметили, как я это сделал. Я просто использовал вот этот палец и вот этот курок. И это настолько быстрое переключение, что это фактически такое же преимущество, как при игре на компьютере, когда у нас есть мышка, которая отвечает за обзор, и клавиатура, которая отвечает за все остальное. Но все-таки крутой геймпад это еще далеко не залог успеха. Итого, что мы имеем? Легкий эргономичный геймпад с четырьмя дополнительными кнопками, с помощью которых можно эффективно играть в шутеры. Возможно, не только в шутеры. Это просто как пример именно для чего нужны подобные контроллеры с дополнительными клавишами. Ну, потому что если играть какую-нибудь аркаду, да, где там только прыгать, бегать, то вполне себе можно обойтись этими кнопками. Но здесь все-таки самое главное это правый стик, который отвечает у нас за угол обзора, и он у нас постоянно должен быть под контролем. И чтобы не отвлекаться на все остальные клавиши, сделаны еще вот эти четыре дополнительные кнопки, которые отвечают за все основные действия. Это, по идее, должно давать преимущество в игре. Но, опять же, я говорю, что удобный геймпад это далеко еще не залог успеха. Все-таки мастерство это в первую очередь. Вот, то есть я хочу полутать сундук, я вообще не использую правый палец большой руки. Все у меня на левом указательном. Ну, у него трубовик, это не честно, это преимущество. Но я вам так скажу, играть на таком телике стоит вплотную не очень прикольно. Давайте посмотрим, за сколько мы максимум сможем отойти. Вот так вытягиваем полностью провод. Вот тут поставим стульчик. Ну, и вот он полностью вытянут, и так же комфортно. Но, опять же, у нас есть провод. С одной стороны, не круто то, что этим проводом мы с вами привязаны к определенному месту. С другой стороны, ну, блин, как бы и пофиг, мы все равно не собираемся уходить с этим геймпадом в другую комнату. Зато нам не придется его заряжать, то есть навсегда можно забыть о батарейках. Короче, непонятно, это, знаете, я бы назвал это геймпадом Шрёдингера. Вроде бы провод это круто, вроде и не круто, хрен его, честно говоря, знает. Основное преимущество этого геймпада заключается в том, что ваш большой палец постоянно будет оставаться на правом стике. Вы всегда будете контролировать вашу камеру, а все остальные действия будут прижиматься пальцами на дополнительных клавишах, которых нету на обычном геймпаде. То есть, с этим геймпадом указательный палец у нас будет отвечать за X и Y, например, а за нажатие на A и B у нас будут отвечать два вот этих пальца. Это реально очень удобно. Есть ли смысл покупать такой геймпад за огромные деньги? Честно говоря, не знаю. Мне кажется, что если вы активно занимаетесь киберспортом и там участвуете в турнирах по Call of Duty или какому-нибудь другому шутеру на Xbox, тогда да, очевидно, что этот геймпад даст вам преимущество. Но для домашнего использования, учитывая, что он еще и проводной, это, конечно, ну, на любителя. Но при этом, если рассматривать такие игры, как Overwatch, Battlefield, Battlefront, любые другие шутеры, то определенно этот геймпад даст вам преимущество в игре. В общем, вот такой у нас сегодня получился обзор, точнее, даже, я бы сказал, два обзора. У нас тут телевизор побывал и геймпад от Razer. Если вам этот ролик понравился, то покажите это вашими лайками и подписками на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получить уведомления о новых роликах, в которых я также буду обозревать какие-нибудь интересные гаджеты, например, как этот. Субтитры сделал DimaTorzok